О том, готовит ли Кремль смена власти в Чечне, о годовщине убийства первого президента Ичкерии Джохара Дудаева и его пророческих словах об освободительном движении ичкерийцев, поговорим с нашим гостем Ахмед Закаев. Председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия за рубежом в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с вот такой новости. Рамжан Кадыров поддержал готовящееся наступление армии Украины, заявил, в частности, что оно, мол, цитата, будет на руку по всем пунктам. Он мотивировал это тем, что российские войска успели подготовить и укрепить свои позиции на оккупированных территориях. А также он считает, что вот отражение украинского контрнаступления поможет отличная обстановка, снова цитата, в России, где есть консолидация общества, которой ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, на самом деле, очень тяжело комментировать больного человека. Он живет в своем мире, в каком-то своем иллюзорном мире. Я уверен в том, что он до конца сейчас уже абсолютно не ориентируется, что происходит ни в мире, ни в Украине, ни в самой России даже. Потому что он на самом деле очень давно уже оторван от политических реалий, которые складываются и в России, даже в самой Чечне. И поэтому сейчас я думаю, что комментировать Кадырова это не совсем удобно. Потому что все, что бы он ни говорил, он исходит из исключительно своего больного воображения. И поэтому, я думаю, в любом случае придавать значение словам Кадырова не стоит. Потому что ни в этой войне, особенно сейчас, если вначале Путин делал какие-то серьезные ставки на него, учитывая то, что Чечня как бы выдержала первые две войны с Россией, и для всех, у всех на виду, у всех на слуху было то, что чеченцы продолжают сопротивление. И в этой ситуации, когда Путин решил начать агрессию против Украины, ему очень важно было показать, что чеченцы за ним, и что именно солидарность с его войной в Украине, и именно для этого он использовал Кадырова вначале. Но оно как бы не сработало, потому что здесь были уже другие чеченцы, которые с 2014 года находились в рядах вооруженных сил Украины и вместе с украинцами отражали российскую агрессию. И нам удалось развеять этот мир. И с этого времени, на самом деле, Кадыров в украинской войне, он просто используется пропагандистами, но ни политическую ставку, ни военную ставку на него уже не делают в Москве и в Кремле. И он это понимает. И именно понимая это, он пытается все время каким-то образом быть причастным к этим событиям, делает заявление, выступает, собирает какие-то маскарады. И, я думаю, только его последние комментарии из этой области, и не более того. Знаете, еще любит собирать, недавно совсем было, и мы показывали в этом видео, вот такие, делать громадные построения, полуторатысячные людей с оружием. И вот я тоже разговаривал с экспертами по Чечне, говорят, что там большая часть берут всех, кого можно, милиционеров, МЧСников, всех переодевают в форму, выстраивают для таких вот показательных выступлений Кадырова, где он там вручает какие-то ордена и красуется на фоне вот как бы такого большого войска. Это такое показательное что-то, да, вот для него? Все абсолютно. Он уже давно живет, я вам по этому говорю, он живет давно в своем иллюзорном мире, он сам создает какую-то атмосферу вокруг себя и действительно верит. Все это фейк, но он продолжает верить в это. Но это не только его проблема, это в принципе проблема кремлевского режима. Они стали заложниками собственной пропаганды, и уже очень давно они потеряли реальность, связь с реальностью, потому что они стали зависимы от этого, от той пропаганды, которую они сами и ведут, и следуют вот этим параметрам. Россия отказалась обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана. Как вы считаете, почему? Ну, для России никогда мусульмане никогда не представляли абсолютно никакую ценность. Это даже вот такие кощунственные действия. В прошлый год, в самый канун Нового года или в самый святой месяц, Рамадан, выдавались в черных пакетах кульки для похорон, которые еще с Первой войны были. Просто это было настолько кощунственно, что люди на это очень серьезно реагировали, но ничего делать с этим не могли, потому что именно Кадыров оправдывал любое действие, которое исходило из федерального центра или из России, из Кремля. И то же самое произошло и сейчас. Для них нету никаких святынь и никаких святых дней и месяцев. У них есть своя абсолютно оторванная от реальности политика, которую они ведут против национальных меньшинств России. Они ими использовались, и буддисты, и мусульмане, только в качестве пушечного мяса. А считаться с ними, с какой-то этнической группой или же с какой-то религиозной идентичностью с людьми, этого не было и нет никогда. Вы обратите внимание, что происходит на сегодняшний день, как ситуация складывается. Вроде бы это многонациональная страна, многоконфициальная страна. По конституции, по тому, как они живут, религия отделена от государства. Но религия, кроме православной церкви, все другие отделены от государства. Они сами себе существуют. А главное, это их КГБшники, которые сегодня управляют с Российской Церковью. Вот они у них всегда востребованы, и они используются в качестве такого жупела для остальных православных других стран и другого мира. То есть Рамадан для них не праздник, можно и внимания даже не обращать. Да, и Рамадан не праздник. Вы обратили внимание, то, что происходило, там было решение построить мечеть в Москве. Вы знаете, какая проблема в московских мусульманах в эти дни, пятничные дни, некуда становиться, нету нехватка мечети. 20% или 20 миллионов считается в России 20 миллионов мусульман. И в Москве одна или две мечети, которые куда не вмещаются. И о строительстве новой мечети только заговорили, уже выстроились протестные митинги, которые, в принципе, и сняли вопрос даже с повестки, чтобы не допустить строительство этой мечети. Это отношение российского государства к мусульманам. Это их отношение. Это не просто люди вышли с протестной акции. Это отношение российского государства к тем мусульманам, которые проживают сегодня и находятся под юрисдикцией Российской Федерации. Знаете, я на днях беседовал с Исламом Белокиевым, блогером политическим, и он говорил, что есть такая книжечка с молитвами мусульманскими, даже за вот такую книжечку с молитвами в России могут арестовать. Так ли это на самом деле? Абсолютно. Могут арестовать, могут дать очень огромный срок лишения свободы. Она зачислена. В принципе, даже Коран был зачислен в разряд экстремистской литературы. Там был большой скандал. Хотя они формально этот вопрос сняли с повестки, но оно на самом деле юридически еще не отменено то решение, которое было принято. И поэтому за любые люди, и за книги, и за литературу, вот все, что не угодно Кремлю и ихнему режиму, оно все подпадает под категорию запретное, и за это людей сажают, людей наказывают. В ангурском селе Диазиковьюр 6 апреля были убиты трое полицейских, еще восемь ранены. За последнее время это третья перестрелка в регионе. В республике частично был объявлен даже режим контртеррористической операции. Вот это местные разборки, и если так, то кто за этим стоит? Я думаю, что это местные разборки. В любом случае, вот те процессы, которые сегодня идут в Украине, они, естественно, сказываются и на умах людей, которые находятся на Кавказе, в частности, и в Ингушетии, и в других регионах. Я абсолютно уверен в том, что настроения людей изменились, они меняются, и я думаю, что постепенно начнут появляться национально освободительные движения, и сопротивление, которое длилось все эти 20 лет на Кавказе, оно может возобновиться в любое время. И я думаю, что вот это проявление, вот первые признаки, вот это и есть то, что произошло в Ингушетии. Международный преступник Владимир Путин, арест которого Международный уголовный суд выдал ордер, вот с марта 23-го года мир уже не будет прежним после этого всего. Как вы считаете, вот удастся ли отправить Путина в Гаагу? Я уверен в том, что если его не убьют, удастся. Но я подозреваю, что ему не дадут и его не сдадут в Гаагу, потому что не он один является преступником. То есть он может еще кого-то тоже сдать потом, да? Да, придется, просто это очень большое будет, очень много людей, которые должны оказаться. И я думаю, что те, которые повязаны с ним в кровью, сделают все, чтобы он не попал в Гаагу и не стал перед судом, с тем, чтобы потом вместе с ним не разделить вот эту участь. Ну, вероятность того, что его ликвидируют, она большая, но в любом случае, я думаю, что мир, как вы сами сказали, с этого времени изменился с марта месяца, 17 марта. Мы живем в другую эпоху. И все, как бы что бы ни складывалось, все понимают, что Путин сегодня подозревается в похищении украинских детей. Он объявлен в розыск и выдан ордер на его арест. Это говорит о многом. Это в любом случае сказывается и на настроениях тех людей, о которых только что мы с вами говорили. Я имею в виду нацменьшинство, Северный Кавказ и другие национальные республики или другие народы, которые находятся в колониальной зависимости от России. Они сейчас уже пересматривают свое отношение к этой стране, стране, которым руководит военный преступник. Я уверен в том, что настроения в этом направлении будут усиливаться. Именно поэтому тоже это имеет огромное значение, выдача ордера на арест Путина. Знаете, мы говорим о военных преступлениях в Украине, но нет срока давности преступления России, которые она совершила в Чечне. Сколько материалов собрано для Международного трибунала в Гааге в этом разрезе по этим преступлениям? У нас более 200 страничный пакет передан, 20 томов материалов мы передали в Гаагский трибунал. Уже у нас эти материалы переданы. И естественно, когда мы говорим и следим за событиями в Украине, и когда обсуждается вопрос учреждения специального трибунала по Украине, мы рассчитываем на то, что именно вот этот трибунал может способствовать тому, чтобы и наши дела были рассмотрены там. И если не учредят отдельный трибунал, то мы постараемся привязать это вот к этому трибуналу. Потому что преступники, которые совершили военные преступления и в Украине, и в Чечне, они одни и те же фигуранты. И поэтому я думаю, что эти все вопросы необходимо будет рассматривать в комплексе. И мы должны добиться того, чтобы это произошло. И поэтому мы с большим вниманием следим за этими процессами, которые проводит сегодня и Министерство иностранных дел Украины, и другие организации, юридические, прокуратура, которые добиваются того, чтобы был учрежден трибунал. Это очень важно, и это очень серьезно. И это может только помочь нам для того, чтобы мы могли привлечь ответственность и за те преступления, которые совершены в Чечне. 21 апреля 26 лет со дня убийства Джохара Дудаева. Вот мы с вами уже как-то говорили о его пророческих словах. Вот какие из его пророческих слов сбылись, как вы считаете? А для каких еще наступит время? Я думаю, что очень многие уже сбылись. Потому что и Джохар Дудаев, и Звиад Гамсахурдия, они понимали, чему идет Россия. И что никакой перестройки не было, никакого направления по изменению существующей структуры и системы не было. Позиция, да, форма изменилась, но суть этой империи не изменилась. И именно Джохар Дудаев и Звиад Гамсахурдия, они публично заявляли о том, что Россия продолжается политика империализма. Имперские политики, и она начинает снова возрождаться, как уже не советская, а российская империя. Но мир, к сожалению, тогда не услышал. И мне часто задавали вопрос, почему Путин или Ельцин начал войну в Чечне. Дело в том, что, когда Джохар говорил, войну в Чечне Ельцин начал для того, чтобы отзавоевать снова и Украину, и Грузию, и все другие республики, которые стали на путь независимости. Именно начало возрождения Российской империи начиналось в Чечне. И мы были оставлены один на один. Джохар делал все, что в его силах, чтобы привлечь внимание и международного сообщества. Он пытался донести и правду, и суть происходящего в Чечне. Но, к сожалению, его тогда не услышали. Но я думаю, что сейчас его предсказывание, его прогноз, который он делал, во многом сегодня способствует тому, чтобы очень лучше понимать Россию. И понимать, что происходит. И понимать, что с ней нужно делать. До тех пор, пока эта страна будет существовать именно в том виде и в том качестве, в котором она существовала до начала российской агрессии в Украину, что ничего не изменится. Все это будет продолжаться через какие-то 10-15 лет. Все снова и снова будут проявляться вот эти имперские агрессивные действия со стороны России. Поэтому сегодня нужно, прислушиваясь к Джохару Дудаеву, Звиаду Гамсабуду и всем тем, кто и сегодня продолжает настаивать на том, что Россия должна быть демонтирована. И что это только может являться победой не только Украины, но и всего человечества. И это только может гарантировать стабильность всему миру. Мы сейчас постоянно вспоминаем его фразу, я процитирую, «Россия умрет, когда взойдет украинское солнце». Да, на самом деле, я верю в это. Тогда, когда он это говорил, может быть, я присутствовал, как раз я находился в этой комнате, где он давал интервью. Тогда мне это было не совсем понятно. Но очень давно уже я понимал, что происходит и что произошло. Еще в 2009-2008 году, как только они заговорили о ситуации с Грузией, ситуации с Абхазией, Южной Осетией, с Транснестрией, было понятно, что следующим будет Крим. Потому что именно тогда, еще в те годы, они были поставлены на одну правую основу. Крим, Южная Осетия, Абхазия, Транснестрия, все эти республики. С тем, чтобы в последующем или завоевать все страны, и Молдавию, и Грузию, и Украину, или же просто отчленить от этих государств вот эти территории. Это было заложено тогда, и Джохар это очень четко предвидел еще в те годы. И он об этом говорил. Ну вот и вашу фразу хотел процитировать в одном из последних интервью. Да, вы говорили, мы были обречены на поражение, Украина обречена на победу. Да, на самом деле я так считаю. Я уверен в этом. И я уверен в том, что Украина победит, и это будет победой всего цивилизованного мира. Будет ли Ичкерия открывать второй фронт, как вы считаете? Или национально-освободительная война произойдет уже после победы Украины? Вот сейчас чеченские батальоны поистине имеют огромный опыт в борьбе с российскими захватчиками. И это помогло бы в освобождении вашей страны? Я уверен в том, что именно победа Украины это и поможет освобождению нашей страны. И только после военного поражения России в Украине возможны какие-то изменения существующего формата власти на Кавказе и в целом во всей России. Слухи о болезни Кадырова, встрече его старшего сына с Путиным, как с возможным преемником, не знаю. Недавний скандал вокруг строительства мечети в Москве и угрозы чеченских военных воевать с русскими привели к разговорам о возможной замене главы Чечни. Какое ваше мнение? Я думаю, в бытность Путина его не заменят. Это мое твердое убеждение. Я уверен в том, что это связано. Да, есть определенные силы, которые пытаются ликвидировать Кадырова физически, но им это пока не удается. А склонить Путина к тому, чтобы они позволили им ликвидировать и снять его, на это Путин не идет. И он не пойдет. Я думаю, что бытность Путина Кадырова не заменит. Вот назначение Кадырова – это месть всему чеченскому народу. Такое мнение вы высказали также в одном из последних интервью. Могли бы нам пояснить, расшифровать? Дело в том, что вы помните первую русско-чеченскую войну, поражение, белые флаги российские с белыми флагами, они вышли и ушли. И естественно, это для расистов и русистов это было очень серьезное, оскорбительное процесс и явление. Хотя, на самом деле, те, кто отводили российские войска, не думали дальше заканчивать эту войну. Даже подписывая Хасавюртовское соглашение, тогдашний один из представителей партии «Яблоко» сказал, «Ничего, пройдет несколько лет, и мы покажем всему миру, и мы накажем тех, кто не являлся друзьями нашего государства». Это вот тот день, когда подписывалось мирное соглашение в Хасавюрте. Просто тогда мы до конца не понимали. Ну, в принципе, у нас и другого выбора не было. Мы должны были смириться с тем, что русские сегодня отходят, и они освобождают нашу территорию. Но это не оказалось окончанием войны. И вот с этого времени, в принципе, русские готовились к новой войне. И вот это поражение, оно очень серьезно задело русских шовинистов. И вот есть такое поверье. Каждый народ заслуживает своего лидера и своего руководителя. И Путин руководствовался именно вот этим принципом, когда назначал Кадырова-старшего. Кадырова-старший был не хуже, не лучше вот этого субъекта. В принципе, человек, который сидел в тюрьме за растрату денег, которые были выделены для паломничества в Мекку. Это самое такое преступление, которое и в мусульманском мире, и в чеченском обществе осуждалось. В последующем ему просто удалось, когда КГБ его спасло и вытащило, и началась война, он заявил о себе как о муфте, который мог объявить джихад России и русским. И вот с этой ситуацией, с этого времени, в принципе, Кремль делал ставки именно на такого рода людей. И когда началась вторая военная кампания, и когда назначали Кадырова, я почему говорю, что это была месть чеченскому народу? Потому что у них были в обойме коллаборанты, которые были готовы взять на себя эту роль, роль главной марионетки. Это был Хаджи Суламбек, академик, это был Руслан Хазбулатов, профессор, бывший глава Думы или Верховного Совета. И много других людей было, известных, умных, грамотных, которые вот парк номенклатуры, еще бытность СССР подготовила свой ресурс для каждого нацреспублики, для каждой национальности. Но Путин использовал именно вот этого человека, поставив во главе, и чеченцы это вначале именно так и воспринимали, как вызов всему чеченскому обществу. Просто они были вынуждены смириться из-за неравных сил в этой войне, и смирились с этим. Но на самом деле для чеченцев это было оскорблением, и по сей день оно таковым и является. — Частная армия Кадырова, вот как вы считаете, какое количество людей будет его защищать, когда в России начнет все-таки меняться власть? И какая судьба, по-вашему, ждет этого преступника? — Я думаю, для него, если он не окажется в Гааге, его ждет судьба Муаммара Каддафи. И все это произойдет именно из-за той гвардии, которую сегодня называют кадыровцами и кадыровской гвардией. У него есть ближайшее окружение людей, которых он кормит с руки. Вот за минусом вот этого небольшого количества людей у него друзей в Чечне на самом деле нет. Просто все готовы сегодня расправиться не только с ним, но и с его окружением, с ближайшим. Уже люди давно распределили их имущество, они уже распределили людей, с кого кто будет спрашивать. Вот в такой ситуации сегодня находится кадыров. И поэтому спасение для кадырова на самом деле — это добровольно явиться в Гаагу и стать перед Международным судом. Это только может спасти его, его жизнь может спасти это. Но вот то, что он сделал и то, что произошло в республике, это, конечно, ему никак не сохранить в том качестве, которым он его создал. Я имею в виду и для детей своих, и для будущих. Как он говорит публично, у меня и у моих детей есть все, а у вас нет вообще ничего. Думаю, что и он, и его дети лишатся всего, что наделал вот этот товарищ, который продал интересы своего народа и стал палачом собственного народа. И, естественно, ему придется за это нести ответственность. Знаете, хотел бы еще кратко обсудить с вами такое вот, наверное, немного безумное предположение, о котором иногда говорят некоторые эксперты, что кадыров, возможно, чувствует, что с уходом Путина, а скорее всего это будет достаточно скоро, или с тем, что его осудят, или просто убьют свои, не знаю, ему угрыжает очень большая опасность. И вот в связи с этим он может вернуться к идее независимости Чечни, и попробовать возглавить эти процессы, как бы замкнуться в свой анклав чеченский, отгородиться от России, дабы не попасть под удары никакой из башен Кремля, которые тоже его ненавидят и так далее. Возможно ли такой вариант, если он действительно на такое пойдет, проститься ли ему? Я думаю, что нет. В любом случае у него очень большие проблемы с чеченским народом и с чеченским обществом. После того, как развяжется ситуация в Украине, то есть когда Россия проиграет здесь и потерпит военное поражение, у кадыров проблемы начнутся именно с чеченским народом и с чеченским обществом. Независимо. Да, наша независимость, она никуда не делась. Просто мы все эти годы находились под российской оккупацией. Независимым чеченский народ и чеченское государство стали еще 30 лет назад. И этот факт был признан всем миром в свое время. А сейчас недавно этот факт признала и Украина. И поэтому никакое отношение кадыров к независимости чеченского государства не будет иметь. А если он будет сожалеть о том, что он сотрудничал с оккупантами, и все эти годы он возглавлял оккупационный режим, исходя из этой позиции, ему придется нести ответственность перед чеченцем и чеченским обществом. Спасибо вам большое за этот интересный разговор, за ваш комментарий. Напомню зрителям Ахмед Закаев, председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия, за рубежом был в нашем эфире. Спасибо вам большое. Всегда ждем на Фридоме.